какая красота у нас получилась вкуснотища сейчас будем обедать кусочек нашего казахстана на севере мичигана в америке а Казахстан Сейчас мясо пойду резать Друзья, вы на канале Интересен Лайф С вами Наташа Юра из Детройта Мы снова на севере Снова на кемпинге, на рыбалке Приехали мы сегодня не одни Приехали с нашими друзьями Олегом и Женей Сегодня для нас наши друзья будут готовить Бишбармак И для вас также Так что давайте с нами, все увидите Сегодня мы передаем привет Наталье Петруниной Из Казахстана Из Караганды, из Актюбинска Она у нас одна из активных подписчиц Передаем ей привет Наташа, привет Твоей семье, счастья, здоровья И всего самого лучшего Мира, любви и женского счастья И Боже Бог Славяни Как я всегда говорю Привет, ребята Мы с вами на канале Интерест оф Лайф Наталья и Юра Сегодня мы будем готовить Бишбармак на костре Процесс этот не быстрый Пока у нас вода закипит Мясо положим Мы сегодня взяли баранинку Такая вот красота у нас Вот такая красота Это голень, что ли Кажется голень Мясо очень хорошее такое Будем сегодня готовить Бишбармак с бараниной Многие готовят У нас в Казахстане Бишбармак готовили Туда добавляли и казы Как точно Ребята знают Кто из Казахстана, ребят Напишите Я забыла Шужук или казы точно знаю И тогда Бишбармак такой Наваристый Такой вкуснятина Мы помню Даже однажды Ели на Джейляу В Павлодарской области Там мы после баранов На Джейляу Мы приезжали И накрывали большой стол Я не помню Что за мероприятие было Мы были в гостях В ауле Это было что-то У меня шнурашки Красота Кстати Пока мы сидели за столом Бараны ушли Потом поднимали даже вертолет Чтобы найти стадо баранов Но нашли Вот такая была у нас история Ставим воду на огонь Я всегда делаю так Что мясо Перед тем как вода Только вода закипела Я кладу мясо И первый накипь собираем И воду сливаем Ну мы еще в процессе Сейчас только Я не знаю Как долго вода будет у нас кипеть На костре Ну будем ждать И у нас этот процесс Будет далеко не быстрый Так Водичка у нас Затем ела Сейчас мы будем Закладывать мяско Субтитры добавил DimaTorzok Теперь вот когда оно Закипит Вода вместе с мясом Накипь естественно Мы все собираем И всю вот эту воду Я солью И нальем новую воду Водичка закипит Положим мясо И будем так же Собирать накипь И бульончик должен быть Прозрачный Чистый И красивый Ну вот будем ждать Сейчас когда закипит Сироп поднялся Пламя раздувает Накипь естественно Мы всю собираем Не ждем когда она уже Прям шапкой поднимется А По мере ее пребывания Все Бульон у нас закипел С мясом Накипи я собрала Очень много Прям хорошо О уже кипит Вот Ну сейчас вот еще Прокипит минут Может быть 10 И я буду эту воду Сливать Наса вытащу Тьму налью Чистой водички Поставим ее Кипятить Потом выложим Туда положим мясо И уже будем варить Основной бульон Основной бульон Для бешпармака Мясо будет вариться Там мы будем наблюдать Посолим Специи положим Будет у нас Надеюсь будет красота Вкуснота Ой будет вкусно Накипь мы сняли Достаем мясо Чтобы уже Варилось потом В чистой воде Во второй воде Эту всю воду Мы сольем сейчас Это первое Когда мы вот первый накипь сняли Это все Обязательно Мы сливаем И сейчас Я налю чистую водичку В бульон На бульон И мясо Выложу уже В чистую воду И уже будет вариться Основной наш бульон На бешпармак Теперь мы наливаем Чистую водичку Которая сейчас закипит И будем выкладывать Мясо И варить Уже бульон Мы выкладываем наше мясо И оно будет у нас Проготавливаться Готовится Ну часа два Будет вариться Уже на костре Будем наблюдать Сейчас когда вода Уже с мясом закипит То я уже положу Приправки Соль Посолю Хорошо его И будем ждать Когда наше мясо Свариться Вот так вот Все Так Сейчас нам надо Посолить бульончик Он такой наварит Декоративный уже Подсаливаем Конечно Чтоб не пересолить Я думаю Что достаточно Потом попробуем Вот Сейчас мы положим Лаврушечку Для запаха И Керчик С горошком Разный Вот так вот Будет красиво И вкусно А еще я немножко Добавляю такой Приправки Она Ароматизированная Немножко Так Для вкуса Покажи приправку Вот Такую Кнор Ну мне нравится Я добавляю ее Оно знаете Какую-то насыщенность Дает немножко Как-то все-таки Оно Такое Ароматное Там и специи И Там бульон Будет такой Очень вкусный Сейчас я еще туда Луковицу положу И кладем Луковичку Для запаха Для вкуса Я ее прям Не очистила Прям я ее в кожуре И кладу Потому что все равно Лук мы будем вынимать И он будет вариться Уже у нас бульон С мясом Варится около часа Я думала Где-то Может быть Минут сорок Уже получается И будем мы Доставать мясо Потому что оно Будет уже готово Как раз Луковица Сейчас А до стоки Ну чтобы она И не расползлась Не распалась Я потом ее Просто Беру с бульона И все А посмотрите Какой он красивый Прям такой Красивый Прям красивый Красивый Посмотрите Желтенький Сейчас я попробую На соль Достаточно Ой Пустотища Ммм Шпарвал получится Отменный у нас Ребята Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Наташа и Юра Замечательные видео Много интересного Классного Просто про нашу Простую жизнь Про наш быт Вне работы Мы такое наслаждение Получаем Когда мы на природе Просто перезагрузка Это такой Я не знаю Просто кайф От жизни Когда мы находимся Здесь На природе Это непередаваемые Эмоции Ребята Ставьте лайки Подписывайтесь Будет интересно Сейчас мы в нашем бульончике Старим картошку Потом я ее Вытащу Отстава И Будем выкладывать На блюдо А картошка Пускай пока варится В бульоне Ой красота Ну все Пусть говарит Картошка теперь А тем временем Я сейчас должна Резать лук И подготовить его Для того Чтобы мы потом Его в бульоне Закипятили И выложили сверху На блюдо Будет так Нарезаем лук Полукольцами Потом мы будем Варить В бульоне Бульон я Поварюшкой Отчерпну Наш Сотейничек И будем его варить Подавать сверху На Мишпорф Как много лука нужно Четыре луковицы Да Ну как бы Лук он не портит Вкуса И наоборот Делает его Более насыщенным Таким ароматным Вкусным Да Не слишком мелко Чтобы он не был Прям соломкой Ну Вот так вот И вкусно будет Мясо с луком С картошкой Бульон отдельно В пиалках Будет Просто Обалдеть Бешпормак Мы первый раз Готовим на природе На костре Вообще Мне кажется Все те блюда Которые можно готовить На улице На открытом воздухе Оно Вкуснее Как-то все Как-то Просто вкуснее Дома оно тоже Конечно вкусно Но на природе Это как-то Особенно Классно Особенная атмосфера Огонь Открытый костер Дымок Запахи Эти С воды Такой воздух Свежий Ветерочек Прям вообще По-другому Все равно Вот по-другому Мы нарезали лук Сейчас я его буду Заливать бульоном И в этом бульоне Мы лук Должны Как бы Прокипятить Залить Когда он Будет И мягкий И этот лук Сверху Выкладывается На бешпармак Вот так вот Такая вот Красота Он как бы В бульончике Проваривается Будет очень вкусно Лук с бульоном Обменивается Ароматами И получается Просто Сказка Вот так вот Сейчас я его Подперчу И даже немножечко Подсолю Немножечко Подсолю И подперчу Заливаем Отсолили И перчика Добавляем Очень вкусно Получится Запах какой Балденный Запах И вообще Лук Вот этот Он протомится И будет Очень-очень Вкусно Будет Очень вкусно Вот так вот Уже практически У нас идет Завершительный этап В приготовлении Мясо практически Готово Уже По большому счету Уже даже Можно бы не мать Но Так как мы Картошку положили Сейчас сварить Она сейчас сварится Картошкой И я думаю Что мы будем Доставать мясо Разделывать мяско А лук Пока будет готовиться Тоже провариваться Вот так ждем Субтитры картошка уже готова я ее выкладываю на отдельную тарелочку чтобы потом выложить вместе с мясом и тесто выкладываем картошку намного картошки не надо на четверых человек и вот эту луковицу я тоже уже выкладываю ее просто убираем в сторону она не нужна проготовилась прошло два часа с того момента как мы его заложили в чистую воду мясо уже мягкое очень хорошее естественно мы его не проварим до такого состояния чтобы оно расползалось как в холодец оно плотненькое но очень проваренное мягкое хорошее мясо у нас отдельно немного остынет и сейчас мы будем варить бешпармачную лапшу эту бешпармачную лапшу я приготовила дома к сожалению не на природе возможно ну потому что в общем-то на природе таких условий нету чтобы тесто закатывать катать я ее приготовила дома рецепт простейший просто на на килограмм муки я 400 миллиграмм воды положила и положила два яйца закатала тесто и раскатала тонкими лепешками тонкими лепешками а потом взяла его и просушила и вот такой вот тесточка у нас получилось и домашняя вкусная тесточка и такое достаточно красивая сейчас мы эту бешпармачную лапшу я его сложила в такой мешочек в наволочку просто в наволочку ну чтобы потому что в пакете в целлофаном она она может как бы задыхаться а в наволочке она дышит вот теперь сейчас я буду ее закладывать в бульон и варим ее закладываем лапшичку в бульон я даже думаю что этого даже много она за они уже много много мы не будем потому что нас 4 человека на наш обед вкуснячий ну мы немного лапши ничего дома еще сварим пригодится всегда будет она тем более высушенная и с ней ничего не будет храниться она будет может очень долго следующий раз мы можем дома ее и приготовить что сейчас мы варим лапшу на биспомат как не знаю лапшу или лепешки как правильно там назвать ну вот так вот варим варим вот такая вот красота такая тоненькая очень у меня получилось ее хорошо 1 одинаково раскатывала лепешки сначала раскатывала а потом нарезала как-то я дома готовила и много заложила за раз тесто вот этого мне даже немножечко склеилось мне даже не знаю почему склеилась уже потом когда в блюдо выкладывала может переварила немножко может быть немножечко переварила может тогда склеивается что она постояла уже когда остыла я думаю что наверное достаточно нам много очень нужно вот так вот так сейчас будет провариваться я думаю она не долго варится потому что тесто тонкое у нас сейчас я нарежу зелень и уже каждую пиалочку будем добавлять в шурупу в бульон пиалой отдельно будем наливать видите как она приготовилась хорошо режется замечательно просто на биспомат мясо такими мелкими кусочками как на гуляш не жарится и жирок я тоже этот не буду обрезать потому что кто-то любит жирком кто-то и без но вот а вот такими вот кусочками чтобы она не была мелкими таким я не люблю мелким я вообще люблю и овощи в бульонах крупно нарезанное и мясо особенно когда она хорошо приготовилась вот так вот замечательно режется то так это вообще мелочь уж это вот не очень конечно вот этот жирок я изначально не срезала чтобы бульон был наваристый жирок можем такую промышку какую-то и срезать потому что не все любят жирное а вот такие вот большими кусочками вот такими красивыми мы будем выкладывать на блюдо поколения и в и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы мясо выкладываем на тесто Вот так Мясо выкладываем на тесто Вот так И берем лук А поварешку не нужно Берем лук И лук мы вот этот выкладываем на шпармак сверху На готовое блюдо Красота какая Красота И запах какой Просто обалдеть Да Вот так вот Потом можно уже Добавить этот лук Кому кто хочет В тарелочке по отдельности Вот так вот бульончиком Эту сверху польем Вот так вот И Выкладываем картошечку по бокам Вот так Кто захочет Можно еще Картошечку Прикусочку Посмотрите какая красота у нас получилась Вкуснотища Сейчас будем обедать Вот такая красота Сейчас мы разольем бульон Это называется шурпа Шурпа Каждому в пиалку отдельно добавим зелени И такой у нас будет вкусный обед Кусочек нашего Казахстана На севере Мичигана В Америке Будет очень вкусно Уютно По домашнему Ребята Если вам понравилось наше видео Приготовление нашего бешпармака Ставьте лайки Подписывайтесь Пишите хорошие отзывы Добрые Желательно Желаем всем мира, добра Мирного неба над головой Сейчас оно очень важно В нашем мире Всем пока Счастливого Спасибо большое За вкусный обед Ой какая красота И посуда какая красивая По-казахски так красочно Очень вкусно Спасибо Нам и вам приятного аппетита Большое спасибо За просмотр этого видео Надеюсь вам понравилось Было вкусно до безумия Надеемся на поддержку из Казахстана Распространите это видео Среди своих родных Знакомых Поддержите нас Напишите хорошие комментарии Ведь Жаня и Олег Этого стоили Потому что Бешбармак был Просто обалденный Такой вкусный Такой ароматный Куда бы мы не переехали Сколько бы времени Не прошло после нашего переезда Частичка нашей родины Всегда остается с нами Наши традиции Наши любовь И уважение К нашей стране В которой мы родились Прошу вас всех к столу Будем кушать Трапезничать Сами начинай Сами начинай Сами начинай